Компания «Новотек» приостановила производство сжиженного природного газа на своем проекте «Арктик СПГ-2» из-за санкций и нехватки танкеров, сообщает агентство Reuters. В ноябре 2023 года США ввели санкции в отношении проекта. В конце декабря «Новотек» — крупнейший российский производитель СПГ, которому принадлежит 60% проекта, уведомил покупателей о форс-мажоре в отношении будущих поставок сжиженного газа. Вместе с этим иностранные акционеры заморозили участие в проекте. Первая производственная линия будет остановлена по крайней мере до конца июня. Источники Reuters называют основной проблемой — нехватку специализированных танкеров, которые могут транспортировать сжиженный газ. В сентябре 2020 года «Новотек» сообщал, что на российской верфи будут построены 15 танкеров, однако сейчас у компании всего три танкера. Остальные не будут построены в ближайшее время из-за проблем с поставками оборудования. В общей сложности на данном проекте планировалось построить три технологические линии по сжижению газа, мощностью 6,6 миллионов тонн каждая. Однако в феврале добыча газа резко снизилась после того, как иностранные акционеры заморозили участие. Помните известный детский стишок «У нас в квартире газ, а у вас?» В конечном итоге нас послали подачу. Я не буду детали рассказывать, потому что считаю это некорректным. Ну, все-таки это был конфиденциальный разговор. 1 апреля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью «Вельт» говорит, Украина разработала дроны, которые способны поражать объекты более чем в тысячи километров от Украины. 2 апреля на следующий день беспилотники пролетают в Елабугу. Это связано? Ну, более-менее мы можем говорить о том, что на самом деле мы давно заявляем о том, что наши беспилотники могут летать на расстоянии более тысячи километров и 2500 километров и находиться в воздушном пространстве более 30 часов. Поэтому, в принципе, связывают такие заявления. Такие заявления были и ранее сделаны, что мы можем летать дальше. Поэтому тут, думаю, что нет какой-либо связи. Тут есть лишь, можно сказать о том, что на самом деле мы видим результат работы наших инженеров, которые смогли создать такую систему, которая беспрепятственно прошла большую часть территории Российской Федерации. Потому что, если мы говорим о 1300 километрах, это по прямой. Надо не забывать о том, что у нас есть необходимость облета некоторых средств противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной разведки и так далее, для того, чтобы обходить, скажем так, уязвимые места. Ну и снова же давайте повернемся к тому, что, в принципе, наверное, с времен Матиаса Руста с 1987 года в России когда-то в Советском Союзе так и не поменялось. Мы видим, что, в принципе, дыры противовоздушной обороны есть, поэтому есть возможность их обходить. Вы имеете в виду случай, когда на Красной площади признался самолет? Да. Ну вот сейчас я попрошу режиссеров наших показать кадры еще раз того, как этот беспилотник атакует Алабугу. И то, на что обратили внимание, мне кажется, практически сразу все наши коллеги в редакции, размер этого беспилотника, это похоже на легкомоторный самолет. Зачем он построен таким большим? Ну, смотрите, большое расстояние нужно, больше топлива нужно, опять же, боевая часть должна быть достаточной для того, чтобы поражать, допустим, такие объекты, не связанные, допустим, с нефтепереработкой, которая легковозгораемая. Ну и снова-таки, то есть, есть необходимость в пролете большого расстояния, поэтому да, возможно. Но, опять же, давайте не забывать про то, что внешний вид сыграл большую роль, то есть, внешний вид вызывает большой за счет схожести с обыкновенным легкомоторным самолетом, и все, это просто, грубо говоря, визуальный обман. То есть, это значит, что условные операторы систем ПВО, визуально наблюдая такой дрон, просто не реагировали на него, думая, что это самолет? Нет, мы так не можем говорить, потому что операторы ПВО по другим критериям находятся воздушные цели. Мы можем говорить о том, что просто люди, которые находились, допустим, на улице или возле каких-то населенных фонтов, когда видели такой беспилотник, могли воспринять его как обыкновенный самолет. Ну и снова-таки, да, то есть, в принципе, сейчас, наверное, пилоты легкомоторных самолетов России немножко испугаются, потому что понимают, что, в принципе, попадают тоже под действие противовоздушной обороны Российской Федерации. А вот для систем, именно для систем такой дрон и вообще его размер, это важно, он заметен? Есть критерии прохода работы противовоздушной обороны, и если мы говорим, то есть для этого имеет значение размер, имеет значение, допустим, скорости пролета цели, ну и объем самой цели. На самом деле, то, что мы видим, он не таких больших размеров, он не попадает под большую цель. Людям, которые, в принципе, видели шахет, я думаю, достаточно понять, что, в принципе, это небольшой дрон. Я говорю сейчас про то, что вы видели на экранах, шахет, на самом деле, тоже довольно-таки очень большой. Поэтому, то есть, есть критерии, которые, благодаря которым, зная которой, можно обходить противовоздушную оборону, имея некоторые элементы на борту, которые позволяют, допустим, заранее выявлять возможные системы противовоздушной обороны и обходить. Ну и снова-таки, есть ставка на то, что, в принципе, я думаю, что, находясь на таком большом расстоянии, когда выбиралась позиция для строительства предприятия, которое будет собирать шахеды, выбиралась именно из-за того, что далеко находится, поэтому нет таких технологий, которые могли бы долетать. И поэтому, возможно, конечно, там есть элементы, упрощенные системы противовоздушной обороны. Поэтому нельзя опускать тот факт, что, в принципе, там ее меньше на такой глубине России. Ну вот про искусственный интеллект Сенон пишет, что дроны оборудованы искусственным интеллектом, это позволяет поражать цель с точностью до нескольких метров. Можете это объяснить? Система, которая происходит, обсчет, допустим, пролета территории, рассчет ошибок возможных. И это позволяет держаться в постоянном правильном направлении и снова-таки выбирая цель, то есть попадать в нее, то есть, ну, чтобы долететь без отклонения, так бы правильно сказал бы. Плюс система позволяет, допустим, выявлять впереди препятствия в виде, там, допустим, средств противовоздушной обороны или радиоэлектронного обороны. Анатолий, последний вопрос короткий к вам. У России есть такие технологии? В России есть технологии, которые они, допустим, приобрели у Ирана. В России есть технологии, которые они украли у Израиля. Если мы говорим про форхост, это БПЛА израильский. Если мы говорим про ланцет, это БПЛА израильский. Ну и если вспомнить, давайте, историю Советского Союза, большинство таких военных технологий были скопированы с западных разработок. В принципе, так Россия пытается что-то создавать. Она будет вынуждена создавать что-то, потому что ей нужно будет противостоять что-то. Но, снова-таки, опять же, вопрос в рывке технологий. Я думаю, что результат мы видим налицо. И тут Украина пока что впереди. Что случилось? Почему все это происходит? А знаете, почему? Задайте вопрос, почему. Так, почему? 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 Ну, потому что... Ну, потому что... Потому что получили пиздец. Вот и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова